Бить нужно ладонью, а не кулаком. Почему? Потому что тигр не сжимает лапу в кулак. Тигра никто не учит бить, но он бьет по самой выгодной траектории. Это путь дау, путь природы, путь естества. Вы смотрите язвительно-рассудительный канал «Боевые ботаники». И это рубрика «Рычаг мозга». Сегодня мы поговорим о логической ошибке «Апелляция к природе». В этом выпуске вы узнаете, чем Всевышний похож на вашу бабушку, а также увидите мастурбирующих обезьян и Александра Шлеменко. «Апелляция к природе» — это провозглашение какого-то явления положительным, правильным и полезным на основании его естественности и натуральности. То есть не просто что естественно, то не безобразно, а буквально что естественно, то прекрасно. И что важно, все натуральное лучше искусственного. И эти умозаключения могут быть не только смешными, но и чудовищными. Пример. Для иммунной системы естественно работать без внешнего вмешательства. И давайте тогда не будем делать детям прививки от полимиелита. Многие называют апелляцию к природе натуралистической ошибкой, но это не одно и то же. Понятие натуралистической ошибки ввел английский философ Джордж Эдвард Мур в своем труде «Принципы этики». У Мура это звучит примерно так. Не следует называть добром какое-то явление, исходя из его естественных качеств, таких как желательность, удовольствие или польза. Нельзя отождествлять добро как таковое с какой-то его частной разновидностью. Мур полагал, что любое определение добра содержит натуралистическую ошибку, так как добро является неразложимым и уникальным свойством, которое не подлежит эмпирической фиксации и описанию. Натуралистическая ошибка – это довольно сложная этическая философская проблема, развивающая тему знаменитой гильотины Юма. Понимаю, что на слове «гильотина» сейчас проснулись борцы, но это не прием грэплинга, а методологический принцип, сформулированный выдающимся мыслителем шотландского просвещения Дэвидом Юмом. Если упрощать, то это про невозможность вывести то, что должно быть, из того, что есть. Но мы не будем забираться в философские заросли. Просто запомните, что натуралистическая ошибка – это другое. Вернемся к логической ошибке апелляции к природе. Когда используется этот аргумент, нам предлагается принять какой-то естественный порядок вещей за наилучший, а то, что неестественно, осуждается как однозначно плохое. Этот риторический прием довольно часто применяется в этических спорах и социальных дискуссиях. Например, гомофобы заявляют, что однополые отношения неестественны, так как они не приводят к появлению потомства, значит, снижается рождаемость, и все это ведет к вымиранию общества. Поэтому гомосексуалы не заслуживают равных прав с гетеросексуалами. И вообще, геи хуже стрейтов. Давайте разберем эту нелепую аргументацию. Во-первых, внимательные мои зрители уже заметили здесь и еще одну логическую ошибку под названием «скользкая дорожка», про которую я рассказывал совсем недавно. Вот ссылка. Во-вторых, к появлению потомства, к счастью, ведет не каждый койтос и между мужчиной и женщиной. Да, я понимаю, что презервативы неестественны, но тем не менее. Конечно же, в подавляющем большинстве случаев целеполагание наших половых контактов не связано с размножением. В-третьих, по такой деторожденческой логике, мастурбация тоже получается не предусмотрена природой. А вот эти тестостеронные активисты так явно не считают. В-третьих, гомосексуальность, разумеется, встречается в природе. Такие отношения описаны более чем у 450 видов животных. Гомосексуальное поведение – это ценная адаптация, повышающая приспособленность видов в самых разных условиях. В общем, в однополых контактах между людьми нет ничего ненатурального. Более того, для гея альтернатива гомосексуальному поведению – это полное воздержание. И вот оно как раз неестественно. Еще один пример апелляции к натуральности связан с гендерными стереотипами. Мол, природой заложено, что мужчина – добытчик, а для женщины – смысл жизни, семья, дети и домашний уют. То есть, если называть вещи своими именами – стирка, уборка, готовка и прочие атрибуты бытового рабства. Здесь, кстати, тоже можно усмотреть другую логическую ошибку, так называемую апелляцию к традиции. Так должно быть, потому что так было всегда. Но мы сегодня говорим о естественности. Действительно, в живой природе матери, как правило, заботятся о своем потомстве. Так может, женщинам и вправду следует оставаться дома и ухаживать за детьми? Ну вот, например, самки хомяков могут поедать своих детенышей. Это вполне естественно, но должны ли люди повторять такое поведение? И будет ли оно одобрено сторонниками всего натурального? Любопытно, что любители естественности часто оперируют фразами вроде «природа и так заложена», как будто у природы есть некий центр принятия решений. Можно предположить, что апелляция к естественности проистекает из религиозности мышления. Тогда все сходится. В такой картине мира природа создана творцом. И значит, в ней все разумно. Ведь Бог, как известно, не фраер. Кстати, гомофобия тоже во многом обусловлена предубеждениями религии. Прежде всего, авраамических. Однополые отношения там осуждаются не только как препятствующие деторождению, но и как нарушающие волю высших сил и нормальный порядок мира. Ведь Бог сотворил мужчину и женщину друг для друга. И Господу обидно, что вы не юзаете весь ассортимент. Это как бабушка, которая наготовила вам кучу всяких вкусных угощений и обижается, что вы налегаете только на блины. Грешновато. Так издеваться! Так кровь пить из бабушки! Ставь лайк за доходчивую аналогию. Но помни, даже красивая аналогия — это не аргумент. Мы же здесь про логику. Получается, по религиозным понятиям ненатуральность — это предательство человеческой природы и грех. Но если оставить сторонников креационизма наедине с их мистическими небылицами и обратиться к эволюционному учению, то можно прийти к выводу, что противоестественна как раз гомофобия. Как говорил историк и футуролог Юваль Ной Харарри в интервью Карену Шейняну «Если я гетеросексуальный мужчина, и вдруг узнаю, что мой сосед гей, я должен очень этому порадоваться. С точки зрения эволюционной теории, это для меня наилучший сценарий, потому что это означает меньшую конкуренцию за существующих самок, за существующих женщин». И все-таки, почему апелляция к природе — это логическая ошибка? Что же не так с подобной аргументацией? Начнем с того, что очень трудно определить, что такое естественность. Например, невежественные люди часто используют пугающий термин «химия» для определения чего-то там ненатурального, неестественного и, следовательно, по их мнению, вредного и опасного. Но ведь химией является все, казалось бы, самое натуральное. И воздух — смесь газов, азота, кислорода, аргона и так далее. И вода, H2O — это все химия. И земля — тоже химия. И четвертая стихия — огонь. Это результат химической реакции. Так химия — это естественно или не очень? «Все-таки химия — это наука». Или вот плесень. Естественно? Наверное, да. А можно ли назвать естественным антибиотик пенициллин, который был открыт благодаря свойствам плесени? Еще пример. Есть немало безумцев, верящих в угрозу генно-модифицированной пищи, а также консерваторов, стабилизаторов, эмульгаторов, видимо, эти таинственные слова представляются им какими-то заклинаниями и проклятиями. А от пищевых добавок, снова вспомним скользкую дорожку, один шаг до цифровизации. А я считаю, что вся цифровизация направлена только на одно — на установление электронно-концлагеря, в котором мы не сможем ничего. Это отмена денег, это чипизация и так далее. Это истинное зло. Оставим нашу одержимую парочку борцов со злом и вернемся к еде. Существуют спасения, так называемые натуральные продукты. Например, православный хлеб от Германа Стерлигова за 700 рублей. В магазинах хлебозаменитель. В магазинах это то, что придумали проклятые ученые, чтобы травить нас как крыс. Не хотелось бы никого разочаровывать, но вся эта органическая биокормежка тоже не совсем естественна. Современные сорта капусты и яблок, ржи и пшеницы — это результат искусственного отбора, многотысячелетней селекции, осуществляемой человеком. И никогда люди не питались так безопасно, как сегодня, благодаря контролю качества и современным технологиям хранения, упаковки, транспортировки продуктов. Поэтому что такое естественные продукты, тоже не очень понятно. А представьте такой кейс. Чокнутый натуролюб купил самое натуральное мороженое. Или сделал сам. Без смертельной химии. Но сразу все не съел, решил растянуть удовольствие или с кем-то поделиться. Короче, мороженое надо хранить. А температура хранения должна быть минусовой. Понимаете, в чем подвох? Отрицательное значение температуры. Число-то не натуральное. В общем, шутки шутками, а естественное или неестественное — это ложная дихотомия. Все гораздо сложнее и разнообразнее. Про ложную дихотомию у меня был выпуск, смотрите здесь. Ну и самое главное. Даже если мы нашли что-то однозначно естественное, нет никаких оснований утверждать, что естественность сама по себе благоприятна и полезна. Например, вполне натуральная белина — ядовитое и опасное растение. Такое естественное явление, как землетрясение, не несет человечеству ничего хорошего. Натуральный табак сильно портит здоровье и сокращает жизнь. А любовь к естественному загару под натуральным солнцем увеличивает риск возникновения меланомы. С другой стороны, искусственное происхождение чего-либо автоматически не означает его вредоносности и неприемлемости. Одежда, письменность, автомобили — все это неестественно. Надо ли от них отказываться? Или от ненатурального интернета? Даже упоротый стерлигов, называющий ученых колдунами, ведет свой канал на ютубчике. Есть пидорасы в ММА. Некоторые используют христианские символы и святыни, как бы оправдывая, освещая все эти мерзости. И это я говорил о Федоре Емельяненко. Легко заметить, что сторонники апелляции к натуральности используют свой тейк выборочно, лишь в некоторых ситуациях. То есть это не универсальный аргумент. Поэтому апелляция к природе — всегда логическая ошибка. Вы спросите, но почему всегда? Неужели ничего не может быть естественным и при этом хорошим? Конечно, может. Просто положительный эффект не детерминирован природностью, а лишь сочетается, соседствует с ней. Я, например, могу получить наслаждение от посещения нудистского пляжа. Да, мне нравится, как проказывают песчинки, пришпориваемые легким бризом, щекочут разморенные жарой гениталии. Да, я рад этому, но не потому, что публичная нагота естественна, а потому что я, в принципе, люблю подобные сентиментальные чудачества. А если ты, дорогой зритель, любишь рубрику «Рычаг мозга», несмотря на ее сторону ведущего, поставь натуральный лайк и поддержи канал подпиской на Бусти. Ссылка внизу. Всем проказливые песчинки. Существуют ли, не знаю, пингвины-куколды или хомячки-куколды? Нет. Но это сексуальная практика. Кому-то она может не нравиться, но в ней нет ничего такого, ничего плохого. Не натурально она, но, наверное, не натурально. Стоит ли на этом основании ее запретить? Ну, почему? Если это все счастливы, ну, почему нет? Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Советую вам посмотреть и другие ролики Боевых Ботаников. В описании вы найдете список главных плейлистов и прочие полезные ссылки. А чтобы поддержать канал и получить доступ к эксклюзивному контенту, вступайте в наше сообщество на Бусти.